Сегодня обращались, какую дату расторжения указывать в соглашении? И вам сообщил специалист, что 13-е, 10-е, 17-е. А, это да, это да. Сейчас вот более детально уточнили, и выяснилось, что необходимо будет ставить 23-е, 11-е. Так, а почему 23-е, 11-е? Я, к сожалению, точно не подскажу, было уточнено у специалистов, как бы у меня просто передана информация. Я понял, просто смотрите. Итак, начинается с того, что вот заявление о расторжении договора ОСАГО я отправил, получается, 13-го. Оно до воздачного 13-го, 10-го. Вот. Такое данное заявление, данный формат заявления предусмотрен законом номер 40 об ОСАГО. Вот. Вот это соглашение, оно вообще ничем не предусмотрено. Вот. Соответственно, оно не может являться какой-то основополагающей и дата-образующей штукой. Потому что тут черным по белому, не знаю, там ваши, наверное, специалисты составляли, договор досрочно уже расторгнут. То есть, они, опираясь на заявление, уже составляли это соглашение. Соглашение, это, как я понял, носит дополнительный характер. Вот. А непосредственно образующим фактом является подача заявления. Подача заявления была 13-го числа. Вот. То есть, с точки зрения закона, договор расторгнут с 13-го числа. Вот. Угу. То есть, такой вопрос был. Так. Давайте я все-таки попробую переуточнить эту информацию. Давайте, давайте. Алло. Да, Павел Владимирович? Да. Это опять Ольга Тинькофф, страхование. Уточнили информацию. Да, действительно, необходимо будет ставить число 13-е, 10-е, так как мы изначально ошиблись. За это приношу извинения от лица страховой компании. Направили не тот пакет документов вам, чтобы вы нам направили. И поэтому сейчас запрос идет именно корректных документов. Но все равно дата 13-е, 10-е, ну и за наши ошибки мы как бы оставляем ту дату, когда прислали первый пакет документов. Угу. По договору купли-продажи присылать его не надо. По факту нужно только два соглашения заполнить вам. И еще такой вопрос возник. Я вижу, у вас продолжает действовать поле сказок. Так что, вот такой вопрос, скажите, пожалуйста. В течение какого времени вы должны были мне перечислить оставшуюся часть страховой премии? А вот с момента продажи заявлений. Так, по ОСАГО вы имеете ввиду? Да. Так, секунду, сейчас точню. Так, у вас бланк строгой отчетности. Да можете не уточнить, я вам и так скажу. В течение 14 дней календарных. Там, по-моему, 14 календарных. А знаете, что в случае несоблюдения срока возврата части страховой премии, страховщик выплачивает страхователю физическому лицу неустойку в размере 1% страховой премии по договору обязательного страхования за каждый день просрочки. Ну, смотрите, здесь просто проблема возникла в том, что изначально при запросе документов мы некорректно вам направили список и получили не полный комплект документов, а по факту выплата должна происходить, ну, как бы в течение 14 календарных дней после полного комплекта документов. Ну, как бы, если хотите, могу сейчас тогда специалистам эту информацию передать по поводу неустойки, чтобы они уточняли это. Ну, смотрите, просто вот я сейчас смотрю положение Банка России от 19 сентября 2014 года, номер 431, о правилах обязательного страхования гражданской ответственности, соответственно, которого перестану с страховым федеральным законом. Вот. И там вообще ни про какое соглашение не сказано. Там сказано именно по основаниям расторжения, то есть это смена собственника. То есть я вам договор купли-продажи прислал, прислал. Смотрите, соглашение это в связи с терией полиса. Из-за того, что не предоставлен бланк строго отчетности в компанию, поэтому и запрашивается соглашение. Да, оно передается в РСА, потому что, ну, как бы, у нас идет отчетность перед РСА по поводу бланков, поэтому и запрашивается соглашение. Я понял. Но это какие-то ваши внутренние правила. Это если где-то это отражено, как бы, вот, в правилах обязательного страхования, вот, ваши коллеги мне, к сожалению, не смогли ссылку дать, вот, то, как бы, неплохо. Вот, но если не отражено, то, как бы, хотелось бы получить пенни. Сегодня 27-й день. Вот. Хорошо, я вас услышала. Тогда всю информацию специалистам я передам. Алло. Здравствуйте, Павел Владимирович. Да, здравствуйте. Меня зовут Демид, я являюсь специалистом тинкового страхования. Вам удобно будет сейчас разговаривать? Да, да. Вполне. Я звоню по поводу вашего обращения относительно расторжения по лесу Каска и ОСАГО. Ваше обращение на данный момент было рассмотрено. Хотел бы вас проинформировать. Я вас понял. Павел Владимирович, относительно расторжения по лесу ОСАГО, давайте пойдем сейчас по очереди. В данной ситуации расторжение будет производиться от 13 октября 2017 года. Соглашение о расторжении дополнительно также от вас не затребовалось, как, в принципе, я вас ранее уже информировал. Также по поводу расторжения информацию коллегам передал. Они в ближайшее время уже, насколько вижу, уже даже произвели расторжение по лесу. Сейчас даже по сумме могу вас сориентировать. Одну минуту, хорошо? Да, давайте. Благодарю вас за ожидание. К возврату будет 7 647 рублей и 8 копеек. Хорошо, отлично. У меня еще вот такой вот вопрос есть. Там, получается, заявление к вам поступило на расторжение ОСАГО 13 октября. Правильно? Да, да, все верно. Выплата должна была произвестись через 14 дней. Она не произвелась. Правильно я понимаю? Да, да, все верно. Вот. Таким образом, на текущий момент там срок просрочки спустя эти 14 дней составляет там что-то около 30 дней. 31 и 32. Я уже сейчас с утра не могу так быстро считать. Да. Вот. Соответственно, как бы мне получить пенни в соответствии с постановлением Центрального банка? В данной ситуации Павел Владимирович объясняет, что в связи с тем, что мы с вами запрашивали дополнительное соглашение, и оно нами не было так и получено, мы действовали согласно методическим рекомендациям от непосредственно Российского Союза автостраховщиков. И, соответственно, если у вас какие-либо имеются письменные претензии, также можете направить их на юридический адрес организации. Но в данной ситуации, к сожалению, мы действовали согласно методическим рекомендациям РСА. Угу. Я понял. Ну, у нас регулятор мне дает Центральный банк, поэтому РСА тут как-то это немножко... Я понимаю, да. Но также они выдвигают свои методические рекомендации по поводу расторжения. Ну, я понял. Ну, тогда направлю претензии в письменном виде на юридический адрес. Хорошо. С вами разговаривали по поводу расторжения полисов ОСАГ и КАСКО. Удобно будет продолжить разговор? Да, да, да. Я вас понял. Павел Владимирович, относительно вашего запроса, относительно неустойки в связи со сложившейся ситуацией. Сейчас компания также дополнительно рассматривает данную возможность. Необходимо будет дождать, наверное, в течение сегодняшнего дня, вас дополнительно проинформирую, относительно суммы. И, я так понимаю, перечисление будет отчисляться непосредственно по реквизитам, предоставленным в заявлении в полисе ОСАГа. Я правильно понимаю вас? Да, да, да. Хорошо, ясно. Я вас понял. Как только дополнительная информация поступит, я вас сразу проинформирую. Хорошо? Хорошо, буду ждать. Спасибо. Благодарю, всего доброго. До свидания. До свидания. Я вас понял, Павел Владимирович. Соответственно, возврат уже был произведен по предоставленным реквизитам относительно в полисе ОСАГа. Сумма к возврату считывалась таким образом, в связи с тем, что документы были получены 13 октября, плюс 14 календарных дней для возврата денежных средств относительно за полисе ОСАГа, соответственно, 27 октября. А 27 октября по сегодняшнее число прошло 32 дня. Соответственно, 32% от страховой премии. Страховая премия 13 941 рубль и 97 копеек. Сумма к возврату дополнительно в счет неустойки 4 461 рубль и 40 копеек. Угу. Да, я понял. Хорошо. Благодарю вас за заделенное время. При необходимости обращайтесь. Всего доброго. Угу. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»